Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей и вы на канале Домашний Мастер. В этом видеоролике я хочу подробно рассказать и показать, как смонтировать своими руками виниловый сайдинг. Также дам кучу полезных советов и обязательно покажу вам подводные камни, с которыми вы можете столкнуться. Особенно, если вы как заказчик будете заказывать бригаду, которая будет вам монтировать сайдинг. Поэтому вам желаю приятного просмотра и помчали! Начнем с того, что виниловый сайдинг это один из самых бюджетных, доступных и простых в эксплуатации и установке материалов для фасадов дома. Каждый человек, который строит дом, либо уже построил и задумывается, чем отделать свой фасад. И если бюджет скромный, а у нас у большинства людей все хотят как можно дешевле, как можно больше качества, и чтобы на 50 лет этого хватало, то рекомендую присмотреться к виниловому сайдингу. Почему? Его можно смонтировать самому, своими руками, вплоть до того, что вам даже дети будут помогать, ваши же дети, супруга, и вы сделаете это моментально быстро, без всяких проблем. Для начала надо разобраться о подготовке к монтажу сайдинга. Что касается обрешетки. При монтаже сайдинга требуется выдерживать шаг обрешетки. Это у нас, как уже заявлено даже производителем, не более 400 мм. Как я и сказал, один раз в жизни, когда я монтировал сайдинг, у меня заказчик сам лично попросил сделать обрешетку 600. То есть у нас идут стойки каркаса, у нас идет ветрозащитная пленка, далее у нас должна быть контр-обрешетка для вентзазора. Ее можно набить по стойкам, и того у нас расстояние между брусками будет 60 см, 600 мм, если быть точнее, в миллиметрах. Если мы делаем такую обрешетку и начнем монтировать сайдинг, то он будет стоять, будет вам служить, но это будет ненадежное соединение. Поэтому давайте смоделируем ситуацию. Сейчас я быстро соберу в ролике такую обрешетку, смонтирую пару листов сайдинга и вам покажу. В данном случае я использую бруски 30 на 50. Самый ходовой брусок считается 40 на 50. И всем рекомендую брать всегда сухой строганный брусок. Если нам надо стенку выравнивать, то бруски мы крепим либо на металлические уголки, либо мы используем вот такие профильные зажимы. Смонтировав брусок на стену, соответственно, ну, сейчас мы пока не будем это делать, но нужно сделать отлив, затем сделать стартовую планку, я вот просто сейчас закреплю две полосы сайдинга. После монтажа, вот даже, ну, глазом это незаметно, но на ощупь это чувствуется, что сайдинг довольно жидковат. То есть шаг стоек в 600 миллиметров. Мы получаем, с одной стороны, да, бюджетный, самый дешевый вариант монтажа, но при этом у нас он немножко жидковат. Поэтому так делать я не рекомендую. Можно, да, это прям экономно, бюджетно, но прошу вас лучше так не делать. Сейчас за моей спиной сделана уже вся подготовка. Это у нас брусочек. Первый, это у нас имитация стоек, стойки, шаг 59 сантиметров. Дальше у нас идет брусочек для контр-утепления. Туда вкладывается утеплитель для перехлёстного утепления. Затем идет ветрозащитная мембрана диффузорная. И дальше идет брусок для вентзазора шагом 400 миллиметров по центрам. Как это я все монтировал, сейчас я вам покажу. То есть первые бруски, которые я прикручивал, это я имитировал как будто стойки каркаса. То есть берем обычный стандартный каркасный дом. Там, если делать все по уму, то шаг стоек должен быть не более 59 сантиметров. Потому что утеплитель у нас 600 миллиметров. И когда мы его будем вставлять в этот проем, он у нас прям ровненько, аккуратненько встает. Далее по стойкам каркаса у нас идет брусочек. В данном случае 3х5, но лучше использовать 4х5. Это у нас сделано для перехлёстного утепления горизонтально. Шаг между брусками также 590 миллиметров. Туда мы аккуратно вкладываем утеплитель, укладываем. Далее у нас идет плёночка ветрозащитная. Желательно брать хорошую диффузионную мембрану. Стреляем скобами. И потом, уже друзья, потом у нас начинается идти брусочек для обрешёточки. Шагом 400 миллиметров по центрам. Можно меньше, но не больше. Набиваем обрешёточку и приступаем к монтажу сайдинга. Соответственно, друзья, у нас получается вот такая картина. Шаг у нас по центрам 400 миллиметров. И сам сайдинг довольно плотный. То есть он сидит уже жёстко, хорошо, плотненько. Вот вы возьмите, сравните сами две картиночки. Первая картиночка, как я проминаю его рукой. И он весь такой, ну, сопливенький. И вот сейчас 400 миллиметров я проминаю руками. И он чувствует себя очень даже хорошо. Также, друзья, помимо деревянных домов, многие строят дома из кирпича, блоков, газосиликаты, пеноблок, газобетон. То есть и тоже многие заморачиваются, бывает, с утеплением. Это правильно. То есть если мы живём в таком регионе, где стоит утеплять, то это стоит делать. Только там уже утеплитель другой плотности, не забывайте. Всё это крепится на кронштейнах вот таких металлических. И по газоблоку удобнее, ну, по блокам, по блочному дому, удобно делать обрешётку из металлического профиля. То есть у нас тут есть зацепы и сам металлический профиль. Монтируется это всё, в принципе, в таком же порядке. Мы сначала стреляем всё по уровню, находим вертикаль, находим горизонталь, откуда нам надо стартануть. Размечаем зацепы. Далее мы также рулеточкой замеряем расстояние, чтобы по центрам у нас получилось 400 мм. Крепим зацепы. Сначала мы закрепляем первую планочку на одном углу. Это и касается и бруска. Затем мы закрепляем на углу вторую планочку. Натягиваются 3-4 шнурки, обычная бечёвка, плотненько, как струна. И уже далее монтируются остальные все направляющие, обрешётины, согласно этой шнурке. И таким образом у вас получится очень ровненький фасад, друзья. Соблюдайте все вот эти правила и у вас получится прям как струна. Всё будет классно, сочно и красиво. Так, друзья, с обрешёткой мы разобрались. Теперь я хочу дать пару полезных, годных советов, как вообще выбрать сайдинг. В руках у меня сайдинг производителя Альтопрофиль. Я с этими ребятами уже работаю, наверное, четвёртый год. Когда заказчик просит отделать фасад сайдингом, я сразу смело его рекомендую. Потому что задача стоит недорого, бюджетно и чтобы было качество. Ребята молодцы, делают сайдинг европейского качества. И самая главная фишка этого сайдинга – это пластичность. Вот поедете вы на рынок, да, вот так чисто вот наугад. Возьмите сайдинг, вот так покрутите его, потрогайте. Он у вас будет, скорее всего, как сопля. Вот тут реально чувствуется пластичность. Это основной фактор, за что я его люблю. И мы ещё к этой теме вернёмся, когда я вам покажу, как легко ремонтировать сайдинг. Тоже расскажу одну интересную вещицу. Далее, сайдинг не горюч. Есть много разновидностей сайдинга у ребят. То есть есть и разные панели под камень, под кирпич, под дерево, под металл. Всё, что угодно. И также у ребят много интересных цветовых решений. Может быть, белый, зелёный, голубой. Там разновидностей очень много. Поэтому, друзья, если вы планируете делать себе фасад, будете строить дом, хотите бюджетно закрыть этот фасад и будете выбирать сайдинг, или подобный вид материала, то есть может плитный сайдинг, какие-нибудь плиты, кирпич. То есть смело рекомендую, зайдите, посмотрите, отзнакомьтесь. У них классный сайт. Прямо на сайте можно смело рассчитать весь объём всего необходимого материала. Это очень удобно и упрощает жизнь. Так, далее, друзья. Чтобы нам перейти на стеночку, сейчас мы от А до Я пробежимся, как монтировать сайдинг своими руками. Когда вы уже определились с сайдингом, вы уже хотите его закупать, сразу определитесь, как вы хотите видеть свой фасад. Бюджетный способ, самый простой, кого не напрягает, скажем, такой момент, это сайдинг стыковать друг с другом. Можно стыковать сайдинг друг с другом. У них есть вот такие запилы с каждой стороны. И таким образом сайдинг вставляется друг в друга. Правильный монтаж считается, когда вы состыковали две панели, а сверху и снизу у вас панели целиковые. Это считается правильный монтаж. Какой тут есть минус, друзья? Когда будет на улице жара, 30-ка, да, валить, сайдинг и начинает расширяться. Пластик нагревается, он и начинает расширяться. И вот эти стыки начнут, скажем, немножко выпирать. То есть лично для меня, вот когда мне заказчик приходит и говорит, как лучше смонтировать. Я всегда советую доборный элемент. Называется ашка, либо стыковочная планка, кто как называет. Я всегда советую доборный вот этот элемент. Да, на него надо потратиться, но зато вы получаете офигенный классный вид фасада. Если вы сделаете без этих доборных планочков, когда будет на улице жара, вот эти стыки начнут играть. Один чуть-чуть больше может распахнуться, второй останется как есть, третий еще больше. И лично для меня эстетично это немножко не айс. То есть это троечка. Лучше взять вот эти ашечки и спокойно собрать стеночку. Сразу определитесь по своей стене. Она бывает у вас там, ну я не знаю, у кого дом там 6 метров, 8-9 стена. Определитесь, сколько вам надо этих ашек. Если у вас дом, допустим, ну, сайдинг бывает 3 метровый, бывает 3,60, насколько вот я знаю, мы используем. Если берем трешечку, да, а стена у нас 8, то либо по краям у вас будет 2 метра, потом 3, потом 2, либо наоборот 3 метра 3 и 2. И там будут стыковочные планочки. Это тоже учитывайте. Далее, когда мы собрали обрешеточку, мы начинаем сначала монтировать и выставлять углы, угловые элементы. Также выставляются с помощью уровня. Можно использовать лазерный уровень. Вертикаль соблюдаем с одной и с другой стороны, чтобы все у нас было ровненько, красиво. Далее мы выставляем все стартовые планочки. Тоже это считается доборный элемент. Если у нас есть окна, также на окнах мы выставляем тоже стартовые закрывающие планки. Там есть доборные элементы. Окна тоже делают все по-разному. Кто-то использует, допустим, доску сухую, строганную, какую-нибудь шлифованную. Делают откосы, а обрамление делают уже из доборных элементов для сайдинга. Кто-то полностью берет откосы пластиковые. То есть тоже все это есть в наличии. Все это можно рассчитать в программе, сколько вам нужно. И вот таким макаром мы сначала выставляем углы. Затем выставляем стартовые планочки. Выставляем стыковочные планочки. Собираем полностью обрамление окна. И вот затем мы можем стартовать монтировать сайдинг. Сайдинг монтируется очень легко, друзья. Мы ставим первую планочку. Обязательно проверяем, стреляем уровнем, чтобы все у нас было ровненько. А далее сайдинг монтировать можно даже одному. Одному можно с супругой, чтобы ребятня помогала. Потому что его достаточно только поставить, поднять вверх, защелкнуть в замок. И в принципе все. Он держится, никуда не падает. Можно закручивать саморезами. Саморезы используются с пресс-шайбой. Обычно там 19-е по дереву. Тут, друзья, хочу вам ставить важный момент. Дать вам пару советов. Первый совет. Когда вы стыкуете, запускаете панель в угловое соединение, у вас обязательно там должно остаться 5-10 мм свободного хода. У вас эта планка угловая закроет этот промежуток. Ни в коем случае не должно быть вплотную. Не забываем оставлять зазор на линейное расширение. Второй важный момент, друзья. Когда мы вставляем панель, защелкнули ее и пытаемся прикрутить, ни в коем случае нельзя ее вытягивать вверх. То есть вот вы защелкнули, как она стоит, пальчиком прижали и спокойно закрутили. Третий совет, друзья. Когда мы закручиваем саморез с пресс-шайбой, мы можем сначала закрутить до конца, а потом полоборота дойти назад, чтобы панель легко двигалась влево-вправо. Потому что, опять же, оставляем зазор на линейное расширение. Таким образом, вот если мы вот так все будем выполнять и соблюдать, у нас будет сделан правильный монтаж. И такой фасад, такой сайдинг вам будет служить очень долго. А монтируется сайдинг довольно легко. Вот буквально за минуточку я вам сейчас покажу, как в одну каску собрать быстро такую стеночку. Что касается углов, друзья. Кто-то берет углы в цвет сайдинга. Я обычно своим заказчикам предлагаю варианты. Допустим, стартовая планка может быть абсолютно любого цвета. Бывает такое, что их даже продают дешевле, так как такая цветовая фактура, то есть, допустим, нету на складе. А это остатки. Берите любой цвет стартовой планки, потому что она все равно закроется. Что касается углов и оконных откосов и обрамлений. Я всегда рекомендую брать в другой цвет. Допустим, вот у нас сайдинг там слоновой кости, образно, да? А углы у нас пусть будут беленькие. Белые углы, белые наличники, белые откосы. Также можно взять белые аж-бланки. И это все будет выглядеть сочно. Также с углами можно экспериментировать, друзья. Можно взять, допустим, даже под камень. То есть, можно экспериментировать. Также в программе все это собрать и посмотреть, как это будет выглядеть. Потому что у всех вкусы, как сказать, на все фломастеры вкусы разные, да? То есть, кто-то любит камень, хочет, чтобы угловые соединения были, выглядели под камень. Кто-то любит, чтобы было все в один цвет. Кто-то любит, чтобы цвет фасада был один, угловых откосов и планок был другой. И все это будет выглядеть реально круто. Далее, друзья, давайте еще раз вернемся к моменту пластичности. Вот за что я люблю сайдинг альтопрофиль. Это за его пластичность. Сам сайдинг, он довольно жесткий, хороший. То есть, если у нас обрешетка 400 миллиметров, то его не так просто проломить. Но, скажем, для эксперимента возьмем топор, да? И сделаем вот так. У нас есть вот такая разбитая панель, которую нужно как бы заменить. Как я и говорил, уже там недобросовестные строители скажут, вам надо разбирать всю стену, все это снимать и заново собирать. А на самом деле, друзья, все гениально и просто. Мы, конечно, так удачно ее сломали, скажем так, что можно даже не делать никакое приспособление. Смысл в чем? Нам надо определить, какая это панель. Чтобы ее заменить, соответственно, нам надо залезть под верхнюю, чтобы выкрутить саморезы. А я всегда делаю, ну, у меня где-то валяется в ящике, такой обычный крючочек. Не стоит покупать в магазине за деньги, он стоит тысячу-полторы. Нафиг не надо. Возьмите простую пластинку металлическую, там, 1-2 миллиметра, загните в крючочек. Так, друзья, смотрите, я сбегал в мастерскую и вот вот с такой, из линейки, сделал вот такой вот крючочек. Таким образом, этим крючочком залезаем под сайдинг и пытаемся аккуратно вытащить полосу, верхнюю полосу. Залезли. Дальше делаем вот так. И мы добрались к саморезам сломанной полосы. Так, друзья, за пару минут буквально, даже меньше, там, меньше минуты, мы уже поставили готовую хорошую полосу. Теперь также этим крючочком подцепляем и заводим панельку в обратную свое направление. Все, друзья, панель установлена. И все как новое. Вот за это я и говорю, обращайте внимание на пластичность. Тогда любая ремонтная работа может производиться, ну, в любой точке стены. Не обязательно разбирать всю стену. Вот за одну минуту я вам поставил новенькую панельку. И вот, кстати, когда вызывал меня мастер, за это просили 10 тысяч рублей. А сделал я это буквально за одну минуту. Но, как говорится, я всегда говорю как есть. Я говорю, можно заменить панельку. И мне хватит буквально там тысячи-полторы за выезд. Поэтому, друзья, обращайте внимание. С сайдингом работать очень просто, очень легко. Выбирайте качественный материал и хорошего производителя. И всегда старайтесь приобретать, ну, любой строительный материал. Особенно в большом объеме. Только у официального дилера. И если даже по деньгам вы ощущаете, что это много, то обязательно просите сертификат. Потому что даже если заказываем, вот мы, когда на объект себе сайдинг альтопрофиль, в каждой упаковочке всегда есть их либо инструкция, либо сертификация. Любой есть какой-то документ, который подтверждает, что это наши ребята. Поэтому, друзья, пишите свои вопросы, пишите комменты, поставьте лайк, если видео было полезно. Обязательно пользуйтесь качественным строительным материалом. Строитесь дома, делайте классный фасад. Экспериментируйте, и все будет на 5 с плюсом. Для ознакомления по сайдингу я оставлю ссылочку в описании. Обязательно переходите, познакомьтесь. И имейте в виду, что на рынке есть хороший материал, который не стоит космических денег. Всем удачи, добра, позитива. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok